Делегация правительства Калмыкии принимает участие в Российской энергетической неделе. Участники обсудили актуальные тенденции и процессы совершенствования инфраструктуры отрасли. В Калмыкии создан консорциум в целях цифровой трансформации региона. Соответствующий документ стороны подписали сегодня в Доме правительства. Сегодня Всемирный день охраны зрения. О медицинских и офтальмологических услугах расскажем в специальном материале. Инициативы народной программы «Единой России» должны быть в полном объеме отражены в бюджете. Фракция партии будет контролировать их реализацию. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы 8-го созыва. Он напомнил, что партия шла на выборы с народной программой, которая была сформирована на основе предложений граждан из всех регионов страны. Глава государства подчеркнул, что в бюджете, над которым предстоит работать новому составу Госдумы, в первую очередь отражены три ключевых приоритета. Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Президент также предложил с 2022 года индексировать маткапитал по фактической инфляции за предыдущий год, назвав это решение справедливым и отметив, что средства на индексацию всех социальных выводов предусмотрены в полном объеме. Помимо этого, Владимир Путин поручил правительству в течение месяца представить предложение по новым мерам поддержки граждан. Делегация правительства Калмыкии принимает участие в Российской энергетической неделе, в которой обсуждаются мировые и отечественные вопросы энергетики. В своем обращении к участникам форума президент России Владимир Путин отметил, что эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяет качество жизни людей. Глава Калмыкии Батухасиков поделился. С июля этого года нам удалось снизить стоимость тарифа на электроэнергию для наших предпринимателей и бюджетных организаций. Но из-за текущего удорожания оптовых цен на электроэнергию, ее стоимость для юридических лиц все еще остается на высоком уровне. Для оптимизации расходов многие предприниматели Калмыкии обращают внимание на альтернативные технологии и считают выгодным строить газово-поршневые станции для обеспечения своего бизнеса. Это решение долгосрочное и позволяет добиться более экономичной выработки энергии. Последовательно развиваем наш потенциал в сфере энергетики. Помимо добычи нефти и газа, в нашей республике генерируются значительные объемы ветровой и солнечной энергии. Все это делает наш регион перспективой для пилотного внедрения современных и сбалансированных энергетических технологий, подчеркнул Батухасиков. Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают работники заповедного дела. Коллектив заповедника Черные земли поздравил глава Калмыкии Батухасиков. В Черных землях трудится 82 сотрудника, которые вносят значимый вклад в сохранение многообразия животного и растительного мира Калмыкии. Благодаря вам за три года удалось увеличить калмыцкую популяцию сайгаков с 6 тысяч до 13-14 тысяч особей. Спасибо ветеранам отрасли, которые стояли у истоков создания и развития нашего заповедника. Для молодого поколения вы являетесь настоящим примером бережного отношения к окружающей среде. Благодарю всех работников заповедного дела за профессиональную работу и заботу о нашей природе, говорится в поздравлении. Заместитель председателя правительства Наран Кюкеев и заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Санал Валетов приняли участие в научно-практической конференции по видеосвязи, в ходе которой обсуждались реализации и перспективы национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомню, нацпроект, сортовавший в 2019 году, стал основным инструментом достижения стратегической цели повышения качества жизни населения, в частности создания современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры. Сегодня нацпроект реализуется в 84 субъектах страны и 104 городских агломерациях. В этом году сформированы перечни автомобильных дорог, опорные сети в каждом из субъектов. При ее формировании сделан акцент на достижение показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Объем финансирования, предусмотренный в федеральном бюджете на эти цели в 2021 году, составляет более 107,5 миллиардов рублей. Работы ведутся на 6 350 объектах, из которых 6 025 вводятся в эксплуатацию в этом году. По итогам дорожного сезона планируется привести в нормативное состояние 16,5 тысяч километров автодорог, а также построить и реконструировать ряд капиталоемких объектов общей протяженностью почти 150 километров. В 2019-2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Калмыкия было отремонтировано 150 километров автодорог на 59 объектах. Из них приведено в нормативное состояние на региональных автодорогах – это 111 километров, и приведено в нормативное состояние в рамках дорожной сети городской агломерации – 39 километров. В 2021 году запланировано в рамках реализации национального проекта БКД это приведение в нормативное состояние 108 километров региональных автодорог и 19,5 километров автодорог городской агломерации, куда у нас входят и автодороги города и листы, и близлежащих районных муниципальных образований. На реализацию работ дорожной деятельности Республики Калмыкия в 2021 году направлено на 1 миллиард 801 миллион рублей. Из них 189 миллионов рублей – это софинансирование из федерального бюджета. В Калмыкии создан консорциум по направлению устойчивое развитие городов и территорий и качественное образование – факторы сохранения и развития человеческого капитала Республики Калмыкия. Договор о сотрудничестве подписали замминистра цифрового развития Республики Байрыманджиева, ректор Калымгу имени Гордовикова Бадмасалаев и директор калмыцкого филиала компании Ростелеком Алексей Осипов. В рамках консорциума запланировано совместное взаимодействие по нескольким направлениям. Речь идет о проведении совместных исследований в области цифровой трансформации региона, реализации программ дополнительного образования и профессиональной переподготовки по цифровизации. Также для обучающихся университета будет организована практика. Кроме того, стороны будут участвовать в актуализации образовательных программ высшего и среднего профессионального образования в соответствии с требованиями цифровой экономики и ее результативности. Я уверена, что благодаря нашей консолидации, вообще наша консолидация послужит залогом перспективного, эффективного развития цифровой экономики Республики Калмыкия. Конкуренция на рынке цифровых технологий за высококвалифицированные кадры чрезвычайно высока. Не только внутри страны, среди предприятий, которые развивают это направление, а также и среди западных компаний, которые активно переманивают наших специалистов. Поэтому создание потенциала здесь в Калмыкии, безусловно, является мощным фундаментом для развития многих направлений. Стремительное развитие современных технологий, их внедрение в различные сферы жизни и производство заставляет по-новому оценивать подготовку кадров в ВУЗах. Консорциум уже подразумевает эффективную работу сторон, чтобы быть готовым к новым вызовам. Консорциум – это объединение всех усилий, усилий в том числе высшего образования, индустриального партнера, органов исполнительного власти, в части объединения всех своих сил и ресурсов в том числе, для решения очень важной глобальной задачи, которые определены сегодня на уровне правительства Российской Федерации. Сегодня, когда мы говорим о цифровом образовании, это, прежде всего, подготовка кадров, это подготовка продуктов, которые, безусловно, необходимо активно внедрять сегодня в нашу работу и деятельность. Это создание отдельных сервисов в отдельно взятом учреждении или организации, и в целом мы говорим о Республике Калмыкии. Поэтому это определение общей политики развития цифрового образования и в целом цифровизации в различных отраслях нашей Республики Калмыкии. Поэтому под эту задачу создается данный консорциум, который, безусловно, будет выстраивать свою работу как в теоретическом плане, так и, безусловно, в практическом плане. В ходе выездного контроля глава администрации Листы Дмитрий Трапезников проинспектировал ход работ по устройству физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа на базе школ и Листы. В средней школе номер 23 на сегодняшний день полностью уложены основания под игровые зоны – беговую, футбольную, баскетбольную и волейбольную площадки. Установлены опоры наружного освещения по периметру образовательного учреждения и металлическое ограждение. Произведено обустройство входной группы плиточным покрытием. По итогам осмотра руководитель муниципалитета обозначил перечень поручений. Городскому зеленому хозяйству поставлена задача подсыпать грунт совместно с администрацией школы внимательно подойти к планированию дополнительного озеленения территории. На стадионе средней школы номер 4 залита бетонное основание под спортивные площадки. Завершается шлифовка покрытия. Дмитрий Трапезников поставил задачу профильным службам предусмотреть въезд для спецтранспорта по уходу за резиновым покрытием, рассмотреть варианты для определения мест установки опорно-рожного освещения, внимательно распланировать озеленение объекта. Кроме того, руководитель муниципалитета поручил проработать вопрос по организации доступа посетителей к спорткомплексу в свободное от школьных занятий время. Почти 125 тысяч уведомлений на уплату имущественных налогов за 2020 год сформировано налоговыми органами республики для физических лиц. Общий объем начислений составил почти 450 миллионов рублей. Налоги необходимо уплатить до 1 декабря 2021 года. Еще не все граждане исполнили обязательства. По этой причине налоговая служба напоминает о рисках, возникающих в связи с уклонением от уплаты налогов. С каждым годом нагрузка на органы зрения возрастает. Телефоны, компьютеры, планшеты – это именно та техника, которая способствует ухудшению зрения. Современные дети в совершенстве знают, как пользоваться гаджетами. Поэтому сейчас взрослым приходится держать на контроле вопрос здоровья зрения своих детей. Я хочу обратить молодежь внимание на своих детей, чтобы они не давали им телефоны, планшеты. Это очень портит зрение детей. У меня внук – ученик 2-го класса. Зрение у него ухудшилось, минус, сигматизм. Зрение, поэтому мы его сейчас, второй год мы лечимся, мы ограничили его от телефонов, гаджетов, планшетов. Зрение сейчас идет у нас на улучшение. Благодаря тому, что у нас в поликлинике в новой появились новые аппараты. Мы проходим 4 аппарата. Это очень хорошо улучшает зрение. На сегодняшний день предпочтение отдается аппаратным методикам лечения зрения. Форбис, Пекл, Визатроник – эти и многие другие аппараты используют в кабинете охраны зрения детской поликлиники. В этом году в новом медицинском учреждении открылся кабинет охраны зрения под руководством опытного врача-офтальмолога Эльвиры Ачировой. Аппаратура у нас пришла очень новая. У нас три лазерных аппарата. Также у нас проводятся лечения, которые стараемся улучшить. В основном сейчас патология наша растет, особенно близорукость. Новый аппарат появился, называется Визатроник. Он хорошо снимает остроту зрения. Там есть две программы, которые занимаются с такими детьми. Снимает зрительную утомляемость, нарушение рефракции, астигматизма и также лечит миопию. Детей сейчас очень много ходит к нам. Мы стараемся в основном их пролечить. Улучшается у них острота зрения. Вот приходит, например, 20-30%, становится у них 40-50%. Выписываем также им очки, коррекцию. Медсестра с 40-летним стажем Валентина Глушко отметила, что каждому маленькому пациенту подбирает индивидуальную программу лечения в зависимости от возраста ребенка и степени ухудшения зрения. В кабинете есть специальные программы и комплекс оборудования для борьбы с детскими патологиями. Патроник тоже очень интересный аппарат. Он применяется, снимает спазмы, применяется при близорукости, при астигматизме, при дальнозоркости. Снимает спазмы, нарушения при любых зрительных нарушениях этот аппарат. Здесь три программы. Первая программа в слабой степени близорукость снимает спазм, зрительное утомление. Вторая программа здесь при начальной катаракте, глаукоме, частичная атрофия, частичная атрофия диска зрительного нерва. И третья программа уже заключительная. Обычно начинается с первой программы, ребенок дня три сидит, а потом уже третья программа заключительная. Очень тоже интересный аппарат. И очень много у нас аппаратов, которые улучшают зрение и дают очень хороший результат. В случае прохождения полного курса лечения при ранних этапах близорукости отмечается позитивная динамика. Современные методы позволяют полностью вернуть нормальное зрение. Специалисты утверждают, если вовремя начать курс лечения, то можно не только сохранить качественное зрение, но и провести профилактику развития близорукости, снять напряжение и усталость глазных яблок. Нагана Кашранова, Анатолий Коженбаев, информационная программа «День республики». Теперь кооперативные информации регионального Минздрава. 59 новых случаев инфицирования COVID-19 выявлено за последние сутки в Калмыкии. 54 человека выздоровели. Два жителя республики не справились с болезнью. Сейчас лечение в инфекционных больницах получают 454 граждан. В тяжелом состоянии 25 пациентов, в том числе 8 на ИВЛ. Режим домашней изоляции соблюдают 2293 человека. В выпуске новостей, также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома и на официальном аккаунте в Instagram reacallam.ru. На этом у меня всего. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин